Всем привет! На этой неделе было традиционно много Луны, много МКС, да, там наконец нашли утечку с помощью чая, и вообще новостей классных и интересных у нас и хватает. Меня зовут Паша, вы находитесь в звездной системе, а не в созвездии Альфа Центавра. Приступаем! Наса выбрала 14 компаний для разработки технологий, необходимых в будущих лунных и марсианских инициативах. Агентство выделило на это около 370 миллионов долларов, обо всех заключённых соглашениях мы говорить не будем, но отметим самые интересные. Итак, из любопытного. SpaceX получила 53,2 миллиона долларов для проведения лётной демонстрации технологии передачи жидкого кислорода из одного топливного резервуара Starship в другой. Компания Илона Маска будет сотрудничать с космическими центрами НАСА имени Маршалла и имени Гленна. Компания Интуитив Машинс разработает лунный аппарат, способный совершать прыжки на значительное расстояние около 2,5 километров. Он будет нести полезную нагрузку массой до 1 килограмма и сможет исследовать лунные кратеры, а также проводить съёмку поверхности нашего спутника с небольшой высоты в высоком разрешении. На разработку аппарата агентство выдало Интуитив Машинс 41,6 миллиона долларов. Мастен Спейс Системс получила сразу две награды размером в 10 и 2,8 миллиона долларов. Первая будет направлена на проведение испытаний технологии точной посадки на аппарате Ксокдор. Вторая выдана компанией Дэйва Мастена на разработку универсального химического источника тепла и электроэнергии, которая позволит поддерживать оборудование в суровых условиях лунного дня и ночи. Компания Астроботикс создаст систему беспроводной зарядки для роботизированных лунных посадочных модулей. Фирма получила от НАСА 5,8 миллиона долларов и будет сотрудничать в разработке технологии с космическим центром НАСА имени Гленна. А Sierra Nevada Corporation создаст прототип устройства для извлечения кислорода из лунного реголита при помощи метана и гелиоконцентратора. Компания получила от агентства 2,4 миллиона долларов. Мы очень пристально следим за развитием лунной инициативы США и будем сообщать о дальнейших новостях здесь и на нашем сайте. Планетолог Юго-Западного научно-исследовательского института Алан Штерн совершит полёт на космоплане Virgin Galactic. Он войдёт в число первой группы исследователей, которые будут проводить финансируемые НАСА научные эксперименты на борту частного суборбитального космического аппарата. Это будет первый полёт Аллана в космос, но когда он состоится, неизвестно. Штерн станет участником двух экспериментов. Первый заключается в проверке работы камеры низкого уровня освещенности и необходим для того, чтобы понять, насколько удобно проводить астрономические наблюдения в космосе. Второй эксперимент – биомедицинский. Аллана оснастят приборами, которые будут непрерывно отслеживать жизненно важные показатели его здоровья в течение всего полёта. Результаты обоих экспериментов будут представлены в общем доступе. На этом новости про Virgin Galactic не заканчиваются, потому что компания Ричарда Брэнсона выходит на заключительные этапы подготовки к очередному суборбитальному полёту. На борту космоплана Spaceship 2 будут присутствовать два пилота и три полезных нагрузки. Перед полётом будет произведена проверка всех ключевых систем корабля, в том числе работы хвостового оперения, шасси и системы реактивного управления. Virgin Galactic также планирует провести тестовую заправку аппарата гелием и закисью азота. Запуск Spaceship 2 должен состояться этой осенью с территории космопорта Америка, но конкретная дата компании не уточняется. Это будет первый из двух испытательных полётов перед тем, как на борт космоплана ступит сам основатель Virgin Galactic Ричард Брэнсон. Его суборбитальный туристический рейс должен состояться в первом квартале 2021 года. Европейское космическое агентство заключило соглашение с компанией Talisa Linear Space на создание двух модулей окололунной станции. Они получили названия IHEP и ESPIRIT. На начало создания первого уже выделено 36 миллионов евро, при том, что общая сумма разработки IHEP составит 327 миллионов. Этот модуль будет представлять собой жилое помещение для экипажа с функциями стыковочного узла. В его создании также будут принимать участие космические агентства других стран. Система жизнеобеспечения будет разработана японским агентством аэрокосмических исследований. Авиалнику и программное обеспечение предоставит НАСА, а Канадское космическое агентство даст доступ к роботизированным компонентам. Запуск IHEP планируется на 2026 год. Контракт на разработку модуля ESPIRIT будет заключён чуть позднее в этом году. Он состоит из двух элементов. Первый, HLCS, будет заниматься обеспечением связи между поверхностью Луны и станции. Его запуск запланирован на 2024 год. Задачей второго элемента, ИРМ, будет являться дозаправка станции топливом. А его запуск состоится на три года позднее, в 2027. Напоминаю, что такие новостные выпуски выходят на нашем канале при поддержке спонсоров с YouTube и Patreon. Список наших лучших в мире спонсоров отображён на ваших экранах, а пополнить его своим именем можно по ссылкам в закреплённом комментарии. Спонсоры получают ранний доступ к видео и статьям, возможность участвовать в закрытых трансляциях, голосовать за темы следующих выпусков и некоторые другие бонусы. Мы будем очень рады, если вы решите поддержать проект в это непростое для всех время. Все соответствующие ссылки будут в закреплённом комментарии. SpaceX и NASA объявили, что Crew Dragon не полетит на МКС. В октябре не полетит. Пока дату старта подвинули на 11 ноября. Причина – странное поведение двигателя Merlin перед самим стартом новенькой Falcon 9 со спутником GPS-3 на борту. Специалисты компании должны установить причину неисправности, чтобы исключить угрозу для полёта людей на другой Falcon 9. Тем временем грузовой космический корабль Dragon 2 отправили во Флориду в рамках подготовки к миссии CRS-21. Второй дракон в грузовом варианте сможет доставлять на 50% больше грузов, чем первая версия, автоматически стыковаться с МКС, а ещё у него меньше период с межполётного обслуживания. В Бока-Чика на прототип SN8 установили три двигателя Raptor и готовят его к огневому испытанию. На конусе обтекателя закрепили верхние крылья плавники. Если огневое испытание пройдёт успешно, то далее последует соединение нижней части с верхней и полёт на 15 километров. Другие прототипы тоже собирают, про них не забыли. Илон Маск в очередной раз анонсировал улучшение качества сварных швов с эстетической точки зрения. А вот что реально наделало шуму, так это новость о доставке военных грузов в пределах нашей планеты на Starship за час. Конечно, в заголовках были фразы вроде «Спейсекс делают ракету для военных, доставляющую оружие в любую страну за час» или «Мы все умрём». На самом деле, военное ведомство США пока только рассматривает возможность доставки грузов на Starship и не выделяло SpaceX деньги по этому направлению. Так что сотрудничество пока ещё такое совсем чуть-чуть сотрудничества. Ну и ещё SpaceX сделает 4 спутника для детектирования стартов и отслеживания траекторий баллистических и сверхзвуковых ракет за 149 миллионов долларов. Конкурент L3 Harris сделает тоже 4 аналогичных спутника за 193,5 миллионов долларов. Также SpaceX выиграла контракт на 2 миллиона долларов, в рамках которого будет оценена возможность передачи погодных данных для Центра космических и ракетных систем США. Скорее всего, для этого будут использованы активно запускаемые спутники Starlink. И, как вы наверняка помните, военные очень заинтересованы в услуге передачи своих данных через низкоорбитальную спутниковую группировку SpaceX. А ещё я забыл сказать, что в Бока-Чика открылась вакансия бармена. Может, кому пригодится? Краткая новость. Старт первой индийской пилотируемой миссии переносится из-за ограничений, вызванных пандемией коронавируса. Дело в том, что космические предприятия страны были закрыты в течение четырёх месяцев подряд. Из-за этого у Индии возникли как проблемы в разработке систем ракеты-носителя GSLV, так и задержки в поставках оборудования для пилотируемого корабля «Гаганьян». Теперь его запуск с людьми на борту запланирован на конец лета 2022 года. НАСА объявило, что соглашение о правилах освоения Луны под названием Artemis Accords подписало восемь государств. В список вошли США, Австралия, Канада, Япония, Люксембург, Италия, Великобритания и ОАЭ. Соглашение устанавливает стандарты добычи ресурсов на Луне и позволяет странам-участницам владеть этими ресурсами и их использовать. Но в то же время запрещает устанавливать территориальный контроль и суверенитет государств за участками лунной поверхности. Соглашение предполагает также защиту объектов культурного наследия на Луне, места высадок Аполлонов и посадок других космических аппаратов, а также защиту мест совместной работы стран-подписантов. Документ предусматривает создание технических средств – кораблей, станций, шлюзов и стыковочных портов, таким образом, чтобы ими могло пользоваться каждая из подписавших его государств. Ни Китай, ни Российская Федерация участвовать в аккордах Артемиды не захотели. А Дмитрий Рогозин так вообще заявил, что проект окололунной станции является слишком американоцентрированным, поэтому РФ масштабного участия в проекте принимать точно не будет. Рогозин также отметил, что Роскосмос хотел бы, чтобы на новой станции действовали те же правила, что и на Международной космической станции. На эту реплику ответил Джим Брайденстайн, директор НАСА. Дескать, уже существующие соглашения об LOPG предполагают полный перенос протоколов и соглашений, которые сейчас работают для МКС. Посмотрим, что будет дальше. Кстати, об МКС. Космонавтам Роскосмоса, наконец, удалось найти место утечки атмосферы в модуле «Звезда». Напоминаю, что сама утечка началась ещё в 2019 году, и за год объёмы, уходящие в космос атмосферы, увеличились в 270 грамм за сутки до 1,4 килограмм в 5 раз. Анатолий Иванишин применил оригинальный способ диагностики. Он использовал лёгкие пакетики чая, которые после закрытия модуля начали движение к месту утечки, что было зафиксировано камерами в «Звезде». Трещина была обнаружена около оборудования широкополосной связи, и при помощи скотча и поролона её удалось локализовать. Теперь специалисты будут думать, как бы получше это отверстие заделать. Вообще, модуля «Звезда» в 2020-м очень не везёт. Я собрал в отдельный материал на сайте всю хронологию проблем центрального российского модуля, ссылка будет в описании, а здесь кратко перескажу. Например, летом обитатели станции жаловались на холод во время ночёвки. 10 октября там сломался туалет, космонавты его отремонтировали. А уже 12-го числа экипаж пожаловался на рост температуры внутри модуля. Три дня назад в полночь в сегменте отказала система получения кислорода «Электрон-ВМ». Пока неизвестно, удалось ли её починить, но в американском сегменте есть собственная система, поэтому большой опасности для экипажа поломка не представляет. Ещё спустя несколько часов всё в той же «Звезде» при проведении биотехнологического эксперимента произошло задымление аппаратуры. Задымился блок управления экспериментом «Константа». Испытания сразу прекратили, а позже экипаж доложил, что газоанализатор показал отсутствие продуктов сгорания в атмосфере. Дым же шёл из района карты памяти и вскоре прекратился. В ответ специалист Центра управления полётами попросил включить фильтр очистки атмосферы. Короче, невесёлые приключения «Звезды» продолжаются. Надеемся, что все проблемы удастся решить, и подобных нервных недель у космонавтов будет поменьше. Миссия Европейского космического агентства Беппи Коломбо совершила первый пролёт около Венеры. Всего для достижения цели орбиты Меркурия запущенному в 2018 году зонду потребуется целых 9 гравитационных манёвров. Один у Земли, он прошёл в апреле этого года, два у Венеры и ещё шесть у самой первой от Солнца планеты. Во время пролётов в 10 тысячах километров от поверхности аппарат активировал свои научные приборы и собирал данные. Их анализом ЕКА займётся в ближайшее время. Но в следующем году, 10 августа, зонду предоставится и более удобная возможность, ведь он пройдёт всего в 550 километрах от Венеры. И уже следующее сближение с Меркурием приблизит Беппи Коломбо всего до 200 километров от поверхности. С нетерпением будем ждать новой науки, фотографий и анимаций. Тем временем аппарат НАСА Осирис-Рекс готовится к забору грунта у астероида Бенну. Операция запланирована уже на 20 октября, и надеюсь, в следующем дайджесте мы сообщим об успешном её завершении. А пока напоминаю, что у нас на канале есть целый плейлист, посвящённый миссии. Очень рекомендую освежить информацию в памяти. О прошлой неделе мы забыли подвести итоги конкурса в дайджесте двухнедельной давности. Там комментаторам предлагалось написать остроумный комментарий на тему того, что мы найдём под поверхностью Марса. Победитель вот этот комментарий. Его автора прошу связаться со мной в личке на нашем сайте. А ещё нам понравились вот эти ваши сообщения. Практику конкурсов мы обязательно продолжим, но чуть-чуть попозже. Переходим к следующей новости. Хорошая новость с полей ракетостроения. Все двигатели будущей европейской ракеты Ариан-6 прошли огневые испытания. Криогенный кислород-водородный маршевый двигатель Vulcane версии 2.1 с напечатанными на 3D принтерами элементами успешно был испытан ещё в 2019 году. Следующий тест будет уже непосредственно с остальными системами первой ступени. Двигатель второй ступени, тоже кислород-водородный, Винчи, был испытан ещё ранее, в 2018. Установка сможет выполнять до 5 повторных зажиганий в вакууме, а всего разработчики провели более 140 её тестов. Ну и наконец, твердотопливные ускорители P120C. Их проверка растянулась на 3 года, однако в январе прошлого года и в начале октября этого были испытаны уже те модели, которые используют в первых полётах новых европейских ракет. Вега-Си и Ариан-6. Да, твердотопливный ускоритель у них общий, а у Ариана будет две различные конфигурации, с двумя и с четырьмя P120. Первый полёт как Ариан-6, так и Вега-Си сейчас запланирован на 2021 год. Конструкторы не очень отстают от графика, поэтому надеемся, что всё пройдёт в срок. На нашем сайте на этой неделе было действительно что почитать. Начну с главного, с заявки на лучший текст месяца. Или даже осени. Юрий Красильников написал настоящий фантастический рассказ, приправленный юмором и реальными расчётами параметров орбиты. Он о ядерном буксире, с отсылками и интересным форматом бортового журнала. Материал большой, поэтому советуем выделить на его прочтение время. А вот читать обязательно. Зелёный год продолжает писать об основах космоса. На сей раз он рассказал, как астрономы изменили наше понимание мира. Якиф Брыль продолжает серию материалов о космической экспансии. Его размышления коснулись роли ИИ и роботов в нашем движении за пределы околоземной орбиты. Я не со всеми мыслями согласен, но почитать очень даже увлекательно. Советую. Текст традиционно на украинском языке. В самом его конце вы найдёте кнопку автоматического перевода. Владимир Икс тоже отличился авторским материалом. Речь там идёт о проектах Пентагона и развитии орбитальных военных технологий. Ну и, наконец, вишенка на торте. Наш редактор Марк Романов выпустил перевод огромного интервью с астробиологом и планетологом Кевином Хэндом о возможности существования жизни в океанах далёких миров. Само интервью приурочено к выходу книги гостя и увлекательно читается. Очень советую. На канале вышел один ролик. Зато какой. История прогнозирования погоды. Тема действительно интересная. За полвека человечество перешло от прогноза на сегодняшний вечер до погоды на 10 суток вперёд. Как именно происходил этот прогресс и что помогало нам лучше узнавать родную планету смотрите в новом видео по ссылке из описания. Там же найдёте ссылки на все упомянутые здесь материалы. Ну и запуски! Куда же без них! 11 октября с космодрома Сичан успешно стартовала Чанчжэн-3Б. Носитель вывел на геостационарную орбиту пятитонный спутник дистанционного зондирования Земли Гаофэнь-13. Во вторник, 13 октября, свой тринадцатый суборбитальный полёт отправилась ракета Blue Origin New Shepard. Возвращение ускорителя прошло гладко, а капсула с полезной нагрузкой достигла высоты 107 км, после чего мягко приземлилась с использованием системы из трёх парашютов. Наверняка вам интересно, но о начале суборбитальных полётов с туристами на борту компания Джеффа Безоса никакой определённой информации до сих пор не предоставила. На следующий день, 14 октября, с космодрома Байконур на ракете «Союз-2-1А» к МКС отправился российский космический корабль «Союз» с тремя членами экипажа на борту – космонавтами Роскосмоса Сергеем Рыжиковым и Сергеем Куть-Сверчковым, а также астронавткой НАСА Кейтлин Рубинс, для которой этот старт стал своего рода подарком на день рождения. Для стыковки со станцией впервые была использована сверхбыстрая двухвитковая схема сближения, которая позволила кораблю достичь МКС всего за три часа три минуты. Стыковка выполнялась в автоматическом режиме под контролем специалистов Центра управления полётами и российских членов экипажей корабля и станции. Всё прошло максимально успешно, поэтому такую схему планируют применять и в будущих миссиях. На предстоящей неделе нас могут ждать два запуска Starlink на Falcon 9, миссии под номерами 13 и 14, запуск Delta IV Heavy с миссией Enroll 44 и, быть может, запуск Rocket Lab Electron. Мониторьте наши социальные сети, чтобы не пропустить анонсы трансляций и не забывайте пользоваться расписанием на сайте. Я желаю вам хорошей недели, крепкого здоровья и отсутствия осенней депрессии. До встречи в ближайшее время. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok